Дорогие друзья, мы находимся сейчас на Крещатике, в арт-салоне Санды Крымса-Татарском, куда пришли люди, активисты, после этого суда, который сегодня выбирал меру пресечения Ивана Бубенчика, но так и не выбрал. Перенесено создание на неизвестное время, завтра с утра суд будет решать. Ну вот мы сейчас встретились, тут зашли с журналистом Лиги Точки Нет Сережей Бережным, сюда к ребятам, и Иван Бубенчик решил сделать свое обращение к украинцам. И, собственно, я завершаю разговаривать и передаю слово Ивану. Добрый вечер всем. Хочу звернуться до украинского народа, который я все любил, и люблю, и защищал, и защищаю. Сегодня произошла такая события, которая меня очень сильно вразила, потому что мне было неприятно, когда Майданевцы, не только меня, я так понимаю, что многих Майданевцев оно пронизило, сегодняшняя влада, в лапках влада, хочет сделать злочинство. Это очень большое влияние в меня в сердце, и я понимаю, что мы должны объединяться, чтобы спросить, спросить тех, кто сегодня сидит в президентском окресте, в окресте прокуратуры, за те злочины, которые они сделали, это тяжело говорить, напевно, но я хотел бы очень сильно обратиться к всем, чтобы все поддержали объединение. Объединяться сегодня, чтобы сделать будущее для наших детей. Счастливо. Я хотел бы, чтобы мои братья поддерживали меня. Также, может, кто еще хочет сказать, что-то по сегодняшнему дню. Извините, это реально тяжело говорить, потому что неприятно было сегодня мне ожидать от прокуратуры такий хит. Если мы пропустим, пропустим действующей власти, то, что она корит, то придут за каждым, за каждым добровольцем, за каждым майданецем, только час. Это все. Я думаю, что год до выборов остался, и действующая власть просто выбивает самых активных, самых мощных, самых сильных людей, которые есть в Украине. Ну, и еще. Я прошу прощения, я буду разговаривать на русском языке, мне так чуть-чуть проще. И еще. Вообще, сегодня произошел юридический нонсенс. Человека доставили приводом, как свидетеля, как свидетеля, то есть одно обоснование. Если бы он знал, что ему должны предъявлять, так сказать, предъявлять обвинение, то, в принципе, обязан был с собой провести адвоката, подготовиться ко всему этому. А тут ему сразу, он со свидетеля сразу перешел в стадию, так сказать, обвиняемого. Ну, и еще вопрос. Расследует генеральная прокуратура. Если уже разбираться по событиям, которые происходили на Майдане, кто у нас выступал с призем к свержению власти и кричал, что надо брать оружие? Генеральный прокурор. То есть человек, который сейчас сидит в кресле генерального прокурора. А против него возбуждено уголовное дело? Нет. Все нормально. Кто у нас отвечал за силовую поддержку Майдана? Господин Порубей, который сейчас сидит в кресле спикера Верховной Рады. А против него возбуждено уголовное дело? Нет. А почему? Если уже говорить о равенстве, ну, то есть, о, скажем, справедливости. Справедливости закона, тогда надо возбуждать и против Порубия, и против Луценко. Уголовные дела против них возбуждены? Нет. А они в то же время руководят процессом уничтожения и добровольческого движения, и политически активных граждан. То есть, идет зачистка. Правильно, Ваня сказал, что надо объединяться до тех пор, пока мы разъединены, мы не сила. Только нас признают только силу. Хотелось бы еще обращение к народу, Ивана, понятно, в принципе, обращение не просто к народу, а к каждому человеку, для которого Майдан и ценности не пустые слова. У меня лично вопрос только к президенту. Я что-то сомневаюсь, что господин Луценко действовал по своей инициативе. Хотелось бы услыхать реакцию президента, как верховного главнокомандующего, президента моей страны, что он думает по поводу сегодняшнего цирка, устроенного Генеральной прокуратурой. И его оценку действиям, его же подчиненного, неподчиненного. Ну, понятно, по каким причинам и как Луценко попал в Генеральную прокуратуру. Вот хотелось бы услыхать прежде всего реакцию не президента, а от человека Порошенко на сегодняшнее событие. Лично у меня, как у гражданина Украины, это вызывает очень много сомнений в целесообразности присутствия этого человека, ну, по крайней мере, на следующих выборах. Я считаю, что мы должны спросить президента, генпрокурора, всей правоохранительной системы Украины. За Майдану или против Майдана. Это отношение к Ивану Бубенчику. Если они против Майдана, тогда судите нас и дождетесь реакции общества. Еднаемся, друзья. Еднаемся. Ну, сегодня прокуратура фактично подписала собі то, что я давно вже бачил в ній. Вона не служить нашому народу, тобто люди, прокуратура сьогодні не служить нам. Вона служить системе. Опять же, я не знаю, может быть, как-то из-за того, что Иван нам, как бы, близкий друг и нас как-то переполняют эмоции и на данный момент негативные эмоции. Я просто бы хотел, чтобы каждый гражданин нашей страны задал себе вопрос. В какой стране мы хотим жить? Стране чей? Нашей? Или олигархов? Или чьей-то? Где кто-то проснулся, дал какую-то команду ФАС и побежали какие-то непонятные люди выполнять непонятные какие-то распоряжения? Где закон? Где справедливость? Какую страну мы строим? Прислушайтесь словами Ивана. Объединяемся. Страну нашу надо менять. Она должна быть для нас, а не для каких-то непонятных людей, персонажей временных. Иван, как журналист, хочу спросить просто по процедуре судебной. Что вам сказали в суде? Что дальше-то будет? Ну и, честно говоря, как я понял, они самим на сегодняшний день звинувачивания висунули нереальные, незаконные и какие-то такие трошки маразматичные. И сегодняшняя ситуация показывает мне, что они даже не знают сегодня, что делать. Что это было за хит, что они придумали, для чего они это делали. Это вопрос фактически до них только. Но опять я хочу ствердить, что раз это было сделано по отношению до меня, это был выкинув и всему Майдану, всей революции и гидности. Всему украинскому сусполюсту. Всему украинскому сусполюсту. Всему, кто погиб за независимость, за нашу майбутность. Это плевок тем людям, которые сейчас находятся на фронте, в окопе. которые руководствовались теми идеалами, которые отстаивала революция достоинства. Я хочу услыхать слова нашего гаранта, его мнение по поводу сегодняшних событий. Я хочу, чтобы он ответил тем людям, которые сейчас защищают нашу родину с оружием в руках, в окопе. Как им на это все реагировать? Они тоже должны стоять тогда за Иваном уже завтра в суде. Или как? Они тоже там отстаивают, защищают людей, которые находятся над за спиной. Это то, что делал Иван. Только кто-то кричал больше всех вы имеете право с оружием в руках защищать свою жизнь и жизнь своих граждан, и потом быстро куда-то пропал. А теперь он у нас уже стал каким-то прокурором. Непонятно каким персонажем. Касающих что? Или кого? Я думаю, что Влада должна дать ответ завтра в виде процессуальных действий. Закрытие уголовного дела. И это дело это просто плевок всем украинцам, те, которые стояли на Майдане, те, которые защищали своих детей, свое будущее. Плевок тем, кто защищает сегодня на фронте нас, здесь, свободную и мирную Украину. Я требую ответа от президента, от генпрокурора, от Аваквы, от всех правоохранительных органов. Да, опешила нас вся ситуация за Майдан. И я вважаю, что украинцам взагалі треба объединяться не навколо когось, а навколо идеи. Идеи побудовать справжнюю демократичную державу. И вважаю, что то, что мы сейчас имеем, это не то, что мы хотели в 2014 году на Майдане. Поэтому я вважаю, что украинцы должны делать свой выбор. И каждый защищает свою честь, достоинство, если даже нужно, с оружием в руках. Поэтому я не призываю, я просто требую с каждым украинцем сделать свой выбор. С кем он? С народом или с владой? Влада, которая на сегодняшний день настолько дискредитована, можно посмотреть все соцопросы, которые были интернетные, не интернетные, журналистские. Порошенко сейчас имеет очень низкий рейтинг, и это действует его. Он имеет то, что имеет. Он заработал свой рейтинг политический. Хай он выберет, с кем он, что он сделал в 2014 году на Майдане. Точно так же Луценко, точно так же Аваков, и все, кто сейчас при Угане. Спасибо. Хто хочет? Хочу поделать всем за увагу и за поддержку, потому что вы поддерживали не меня, вы поддерживали наше будущее, вы поддерживали всех, кто погибнул, всех, кто живут справжними ценностями. Дякую всем. Это было обращение Ивана Бубенчика и его друзей, которые были сегодня с ним в суде. Спасибо за внимание. Игорь Негода